Самарская общественность негодует. Неизвестный художник явно от слова худо испортил творчество по красу лампаса. Этот мурал с момента появления казался самым обсуждаемым из тех, что появились ко дню города. По словам автора, здесь запечатлена цитата Маяковского. Но не успели горожане разгадать загадку, как на ней появилось вот такое художество. По просьбе автора, местные мастера кисти и краски вернули арт-объекту первоначальный вид. Смыть розовое сердечко, пробитое стрелой, растворителям не удалось. Пришлось рисовать часть картины заново. С точки зрения искусства это неправильно, потому что как минимум это не согласовано с самим художником. Граффити – это незаконная история. А в данном случае, я бы подчеркнул, что это паблик арт. Что такое паблик арт? Это публичное искусство, публичный объект. И в данном контексте это уже становится городским объектом. Поэтому это то же самое. Почему вандализм здесь в данном случае? Потому что это то же самое, что сломать мусорку, разрисовать остановку. Продюсер художника говорит, ко всему нужно относиться философски. Главное, что граффичик нарисовал сердце, а не другую часть тела, как это часто бывает на улицах города. Меня больше волновало, что могут прийти какие-то вандалы, которые просто баллончиком что-то закрасят. А это было так трогательно с сердечком. Ну, понятно, что, может быть, это некрасиво со стороны человека, который это делал, но это же сердечко. Может быть, он выразил любовь к лампасу таким образом. Может быть, девушке, может быть, к Маяковскому. Это не важно. Если мы, как говорится, этим проектом сподвигаем людей рисовать сердца, это тоже неплохо. Местные арт-художники восстановили мурал покраса лампаса так, что не отличишь от оригинала. И надеются, что на произведение искусства больше никто не будет оставлять свои автографы. Ведь этот арт-объект стал очень популярен у гостей города и самарцев. Стена на набережной теперь излюбленное место для фотосессий горожан. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.